Друзья мои, ну что ж, не прошло и несколько лет проживания в Америке, как Леночка смогла себе позволить заняться своим здоровьем, пойти по врачам. Причем, насколько я часто слышу, здоровье в Америке очень и очень дорогое удовольствие. Страховки почти золотые, да и в стоимость страховок входит далеко не все. Но, удивительным образом, наша Леночка, будучи не работающей лошадкой, может себе позволить именно сейчас походы по врачам. Да, вот, жила-жила она себе с молодым кубинцем, ничего буквально себе позволить не могла. Все уходило на прихоти знойного красавца-жеребца, о врачах и не мечтала даже. А как только сбросила из себя весь этот груз, нашла замену в лице нерусского белоруса, так скажем, начала с ним социальное проживание, сразу же Леночка обрела все, о чем так мечтала долгие годы в Америке. Тихую и спокойную гавань, пусть и с крокодилами, возможность заниматься собой, а также время, время на бесчисленные бизнесы. В последнее время Леночка пытается пред нами предстать, как некая богатая дамочка, которая присытилась всей этой беспечной жизнью, своим богатством и ищет себя, чем бы ей заняться на досуге. Никому, глядя на нее, даже в голову не придет подумать о том, что у этой женщины за плечами ничего нет, абсолютно ничего, никаких доходов. И при этом она умудряется спокойно спать и спокойно жить. Копейки от Ютуба и от браслетиков мы с вами брать в расчет, конечно же, не будем, поскольку это не те деньги, на которые можно жить спокойно. Так вот, Лена решила дойти, наконец-таки, до врача, дабы сделать ЭКГ, проверить уровень сахара в крови и пожаловаться на больную коленку, которая опять не дает ей спокойно жить, начала объяснять зрителям, что обратилась к доктору русскоязычному. Мол, к русскоязычному обратилась не потому, что не знаю английский, я его знаю, сказала Леночка, и не только английский, а еще и испанский, а потому, чтобы уметь, иметь возможность объяснить доктору все нюансы, связанные, мол, с моим здоровьем. Друзья мои, вы что-то понимаете? Если честно, я не очень. Получается, что можешь говорить на английском, но не так хорошо, как на русском. Поэтому и топаешь к русскоязычному доктору. Вот к чему все эти оправдания. Ясное дело, что удобнее изъясняться на родном языке, раз английский не знаешь в совершенстве. Но нет, Леночке надо обязательно всем что-то доказывать. Зачем? Неужели нельзя жить проще и спокойнее? Тем более в комментариях последнее время гадости ей не пишут. Всех хейтеров Леночка буквально ликвидировала. Так вот перед кем она постоянно оправдывается? Непонятно. Ну а далее все было по обычному сценарию. Пока она сидела в кабинете в ожидании врача, она всем восхищалась. Охала и ахала. Говорила, какое же все квасивенькое, хавошенькое, мэйпусечное, маенькое. Ставила сама себе диагнозы, словно она врач. Ну а потом уже, сидя в машине, прям рассказывала правду матку. Да, о том, что аппарат давления какой-то не такой, показал давление, которое явно к ней, заметьте, не имеет никакого отношения. Ну а про врача сказала, что он ее пощупал, потрогал везде, буквально во всех местах и сразу за всех специалистов. И за хирурга он ее пощупал, и за кардиолога, и за ортопеда. Да, и посоветовал ей, конечно же, сбрасывать вес обязательно, вести дневник, замерять давление и записывать свое давление каждый божий день. Ну, естественно, да, снижать массу тела. По, в общем, мнению этого врача, все беды Леночки именно от лишнего веса. Да, предположил, что как только она сбросит весь этот лишний вес, и проблемы сами с собой, болячки куда-то уйдут. Я вот думаю, что, знаете, как такое на самом деле может быть? Ведь гипертонией страдают люди не только с излишней массой тела, но и люди, у которых вообще нет лишнего, лишних килограмм, да? А также колени болят у людей не только с лишним весом, но и у людей с обычным нормальным весом. В общем, честно, для меня это что-то непонятное, поскольку лично у нас ты приходишь сначала на прием к терапевту, а уже терапевт дает тебе направление к необходимому специалисту, а уже этот специалист, в свою очередь, сам дает назначение на определенные процедуры, определенные анализы и так далее и тому подобное, да? То есть у нас не может терапевт никоим образом мне каким-то образом трогать мои колени, давать какие-то мне советы в качестве кардиолога, ортопеда, хирурга, ну и так далее. Это, согласитесь, как-то немножко глуповато выглядит. В общем, я что-то не понимаю. Насколько я понимаю, ей предоставили страховку от штата как малоимущей, исходя из ее маленьких мизерных доходов. Возможно, именно поэтому, друзья мои, я и подумала, она не торопится идти устраиваться официально на какую бы то ни было работу, поскольку определенный, так скажем, уровень ее доходов уже не позволит ей пользоваться данной страховкой, да? И почти ничего не платить за медицинские услуги, что она, в принципе, сейчас и делает. Она очень обрадовалась тому, что заплатила всего-навсего 5 долларов вот за поход к врачу. Все остальное это уже не ее проблема. Возможно, Леночка поняла, что Америка может предоставить много льгот, много всевозможных плюшек человеку, у которого очень низкий доход. И можно себе спокойно сидеть, зная, что у тебя будет почти бесплатная медицинская страховка, фудбангов тоже полным-полно в Америке. В общем, голодной ты точно не останешься, да? И на улице, в принципе, тоже. Не знаю, будет ли она и дальше заниматься своим здоровьем, ходить по врачам, или это только разовый очередной забег, как обычно, да? Вспомните, у Лены что-то начинает болеть, она раз сходит к врачу, сама себе ставит диагнозы, сама себе назначает лечение, вот, да, потом высказывается по поводу врача, говорит, вот он какой-то не такой, и все, как говорится, и все, и все это откладывается в долгий ящик в очередной. В общем, время покажет, что будет, как будет, ну, ясно одно, что продолжение следует, как говорится, поживем, увидим, что будет дальше. Ну, а у меня на сегодня все. Все, всех целую и обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера, берегите себя и своих родных и близких, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Ну, и, конечно же, для тех, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Все, всех целую и всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!